Продолжим грамматический разбор суры Аль-Баина. И было повелено им лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники. Харф вау здесь для обозначения нового предложения, возобновления речи или указывать на хал, то есть на то, что это предложение является обстоятельством образа действия, то есть они не разделились и так далее, в то время как и так далее. Если же мы скажем, что это предложение хал, а его мать фаррака или ахри, хал каунихим или ахри, ма умеру, аль вау, харф, мабни алал фатхи, с неизменяемым окончанием, с укуном на конце, умеру, умер это фиалин мадан, глагол прощадчиво времени, мабнив лил мачули, поставим страдательный залог, мабнив алал доме, с неизменяемым окончанием, с дома на конце, литтесалих бивавил джамаатин, так как он присоединен к местамены множественного числа мужского рода вау. Домир нутта, слитное, мастамены, мабнивал с укуни с неизменяемым окончанием, с укуном на конце, фи махалли, раф ин на месте паджа, раф имениттину паджа, наибуль фаале, имя замещающее фааль, то есть действующее лицо глагол умера, ва ла алифу фаале, ухутан алиф, это различающий алиф, различительный алиф, ва лфиалю маа фаале глагол умера, вместе с замещающим фааль именем, все это джумлетун фаалитун, глагольное предложение, фи махалли насминт халин, на месте паджа, в винительном падже, обстоятельства образа действия. Или же мы скажем «авля мухалля лахмин или араби» или же «не имеет места в падже» . Возобновлённое, возобновляемое или новое предложение. Или, как и в предыдущем аяте, мы скажем «лиль хасры» для ограничения. Вначале только «мабни' аля с сукуни» с неизменяемым окончанием сукуном на конце «ли ябуду Аллям и от харфу джарм» предлог родительного паджа «лиль таалиле» для разъяснения причины действия, как сказали некоторые. То есть в этом случае у нас «у ма умеру бима умеру бихи илля ль аджли ай ябуду илля ахри» Им было повелен то, что им повелели, только ради того, чтобы они поклонялись Аллаху и так далее. Или же «ал-лам» мы скажем «заидатун», то есть «сылатун». Или же «харф «лам» здесь служит просто для усиления смысла. В любом случае «лам» — это харф «мабни' аля ил-касри» предлог с неизменяемым окончанием с касры на конце. «Ябуду» — это феулен мударикан — глагол настоящего будущего времени. «Мансубан» — «беан мудмаратан» и «джавазан» ба'даллами. Поставлен скрытую допустимую форму после харф «лам» частицы «ан» в состояние сослагательное наклонение «ли ай ябуду». У Аллямата нас при признаке состояния в этом глаголе «хадфунун» — удаление харф «нуни» необытан аль-фатхи в качестве замены фатхи. Так как этот глагол из тех известных пяти форм глагола, у которых признаком нас побудет удаление «нуна». «Аль-фа» — это «дамир нутта» с наслитная миссия «мабни' аля сакуни» с неизменяемым окончанием сакуном на конце «фимахалли» раф «ин» на месте поджая раф «имениттену» поджим. «Фааль» — «фааль» — «фааль» — «действующее лицо данного глагола». «Алиф» «Алиф» для «тафрика» — «Алиф» для «развлечения». «Валфи'уле маа фааль» глагол «ябуду» вместе со своим фаальом, как отдельное взятое предложение, «Ла махалля лахмин аль-раби» не имеет места в поджи. Однако вместе со скрытой частицей «Ан» «вааниль мудмана ту маа ма дахалат алейхи» — скрытая подразумеваемая частица «Ан» вместе с тем, к чему она добавлена. То есть всё вместе с «ябуду» получается «ай-ябуду» все это «фи тауэль мастерн» рассматривается как мастер, как имя действия, значение мастером. «фи тауэль муфрд» будет рассматриваться как одно целое, как одно имя, имя действия. «фи махалля джарь биллям на месте поджиаджар родителю поджиад посредством харфа лам. «вал джару вал маджрур» харфу джарлам и находящиеся посредством него на месте поджиаджар «ал мастер маул», то есть извлекаемый, получаемый, выводимый мастер, имя действия, то есть «ай-ябуду» все это будет состоять в смысловой связке с глаголом «умер». То есть «ма умеру и ля ля ажли ибадатиллах» и так далее. То есть «ма амара хумуллаху и ля айбадат Аллах» в основе. «ли абуду» или же «ай-ябуду» это у нас «ма фоль бихи санин», второе прямое дополнение глагола «амара», то есть «ма амара хумуллах», «ма амара хумуллах», «ма амара хумуллаху и ля айбадат Аллах». Или же мы скажем «ма амара хумуллаху и ля ля ажли ибадат Аллахи». «Му Аллаху аалам». «Аллах» у нас «мансубан аалат-тазим» поставлен, это имя величие поставлен в составе нас в виде «возвеличивания», как говорят вместо слова «ма фоль бихи», так как подобное не подобает, говорит про Аллах. «Аллаху ааламу» это признак поджиаджар нас в этом имени «аль-фатху-захерату аля ахри хьяванная фатха на его конце». «Мухулесина» проявляя искренность. «Мансубан» поставлен в состояние обвинительной поддержки. «Аллаху ааламу» это признак поджиаджар нас в этом имени «аль-яу» является харф «я» в качестве замены фатха в имени единственного числа «мухулесина». «Почему я?» потому что это целое множественное число мужского рода. «Аллаху» «Аллаху» это у нас «домир нуттасу слитное местомение» в обни «аль-доме» с неизменяемым окончанием с дома на конце «фи махалли джарин» на месте поджиаджар родителю поджиаджар. «Валь джару валь маджрур» харф «жал-лам» и находящиеся посредством него на месте поджиаджар местомение «ха» мутталликан би мухулесина состоят в смысловой связке со словом мухулесина. «Аллаху аалам» «Аллаху» 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 Продолжение следует...